Волонтеры отдела по вопросам молодежной политики администрации города помогают ветеранам войны и труда, участникам трудового фронта. Сегодня ребята приехали к ветерану Великой Отечественной войны Альберту Николаевичу Боровцу. Здравствуйте! Здравствуйте! Заходите, заходите! Альберт Николаевич, скажите, пожалуйста, а волонтеры часто кому приезжают помогать? Да, приходят помогать. Приходили с первой школы, вот, и помогать. Они вот зимой приходили, не зимой, а вот весной ранее. Теперь вот сейчас пришли помогать мне. Поэтому спасибо им. Все, что можно, они делают. А что сегодня будут делать ребята? А сегодня я попросил, вот травой заросло все, покосить надо будет, там деревья кое-какие выпилить надо, потому что все заросло. Так вот, ребята согласились, сейчас они все делают. А скажите, пожалуйста, современное волонтерское движение, чем-то похоже на тимуровцев в советские годы? Скорее всего, да, комсомольцев и пионеров. В то время, да, очень помогали. Приходили организованно, всегда помогали. Очень хорошо. Так что нынешняя молодежь не хуже той молодежи, которая была раньше. Вот, спасибо им. Один из волонтеров, Александр Кондрашихин. Саш, скажи, пожалуйста, как давно ты поднимаешь участие в волонтерской деятельности? В 2014 году заступил на военно-патриотический клуб пост номер один. И с этого момента стал помогать ветеранам и волонтерской деятельности. Саш, а скажи, пожалуйста, чем тебе именно нравится волонтерская деятельность? Мне нравится помогать людям, ветеранам войны. И также у меня есть бабушки, дедушки, я им тоже помогаю. У тебя есть мечта? Да, есть. Сейчас я учусь на повара-кондитера второй курс. Мечтаю попасть на шеф-повара и пойти дальше учиться. Здорово. Спасибо. Как мы видим, современные волонтеры – это неравнодушные ребята с активной жизненной позицией, которые хотят менять мир вокруг к лучшему и показывают пример другим. Наталья Федоренко, Наталья Щербакова, Иван Кабаченко. Телерадио компания «Горячий ключ».